Здравствуйте, в эфире программа подробности. Подробно о сегодняшнем заседании Рязанской городской думы. В этой студии мы, как всегда, говорим с председателем городской думы, главой муниципального образования города Рязани Андреем Кашаевым. Еще раз здравствуйте, Андрей Анатольевич. Здравствуйте, Иванович. Итак, о том, что мы сегодня приняли. Ну, администрации города Рязани согласованы кандидатурой абсолютно всех заместителей главы администрации. Действительно, структура не сильно отличается от той, которая была, но, наверное, правильно, потому что необходим определенный переходный период, необходимо обеспечить стабильность, а структура – это та основа юридическая, которая дает возможность ее обеспечить и обеспечить переходный период времени от одной администрации до другой, поэтому резких шагов не сделано на сегодняшний день, и мы видим, что в структуре администрации сохранились заместители по тем направлениям, которые были. Структура принципиального изменения не претерпела, как я уже сказал, однако есть новшество, введена должность первого заместителя главы администрации города Рязани. Также в составе новой структуры мы не видим управления пространственного развития, которое было в прежней структуре администрации города, поскольку те подразделения, которые находятся в нынешней структуре, они способны решить те вопросы, которые ранее возлагались на данную организацию. Конечно, нам, в наш взгляд, это правильно, и тем самым сегодня депутаты проголосовали единогласно за данную структуру. Также были назначены заместители главы администрации города Рязани, и можем сказать о том, что состав профессиональный, состав знающий. Конечно, необходимо определенное время, чтобы изучить все вопросы, погрузиться в них, досконально погрузиться. Так, заместителем главы администрации по экономическому блоку стала Татьяна Вячеславовна Мастюкова, глава администрации города Скопина, экономист, много лет поработавшая в этом блоке, в этой сфере, но она была заместителем по экономике района, и затем уже стала главой администрации города Скопина. Конечно, экономические меры, экономические все шаги, действия управленческого характера, они универсальны и для Скопина, и для Рязани, и для Москвы, они приблизительно одинаковы. Но, тем не менее, дается определенное время, чтобы изучить, посмотреть те экономические финансовые процессы. То же самое можно сказать и о других заместителей, главы администрации города, Владимир Мичтрушкин, человек, который много лет возглавлял, очень эффективно возглавлял Министерство строительного комплекса Рязанской области. Как раз он курирует имущественно-земельные отношения, строительство, новость, структура, это и благоустройство города, дорожное хозяйство. Андрей Валентинович Горелов, человек, который будет возглавлять жилищно-коммунальное направление. И здесь также его опыт на посту заместителя министра, так и ЖКХ Рязанской области, он, надеемся, безусловно пригодится. Ну, вот сегодня три кандидатуры были комитету по местному самоправлению и Городской Думе представлены, на Думе были депутатами задан ряд вопросов, интересовали те действия, будущие шаги, которые и вообще воззрение на то или иное направление достойны сегодня наши тогда еще кандидаты, а сейчас заместители главы администрации на эти вопросы ответили. Поэтому считаем, что работа должна быть слаженная, грамотная. При этом, думаю, все понимать, что сейчас, скажем так, нужно погрузиться в содержательную часть города и от чего многое зависит. Вот у нас снег, да, в городе пошел, слава Богу, наконец-то он выпал, но это ведет к определенным трудностям на дорогах, на пешеходных зонах. И, безусловно, все коммунальные службы должны быть в вооружении, по прямому смысле слова, своими инструментами. Значит, улицы должны быть очищены вовремя и так далее, и так далее. То есть жизнь, она начинается, деловая жизнь у новой администрации. Поэтому, безусловно, надеемся, что каждый из представленных сегодня замов, он справится. И мы на прежнем заседании Думы также утвердили двух кандидатов. В недавнем прошлом также они были, в прежней администрации заместителями главы администрации города. Это Лариса Анатольевна Крахалева, и сейчас она является заместителем уже в новой администрации, курирующей социальный блок. И Николай Михайлович Димко, руководитель аппарата. И человек, который занимается организационными вопросами в самой администрации. А также Дума приняла решение, и сегодня команда нового сети-менеджера, она на сегодняшний день сформирована. Что ж, будем смотреть за результатами этой работы. Дай Бог, чтобы все получилось. 2014 год у нас был годом Содружества национальных культур, объявлено в Рязанской области. Много мероприятий по данной теме прошло. И сегодня, на сегодняшнем заседании, мы официально присвоили статус 2015 года. Да, хорошая тема. Вообще, Госсодружества национальных культур получился великолепным. Он действительно стал таким объединяющим. Очень много интересных мероприятий прошло. Я просто говорю с гордостью, потому что я был одним из авторов этой идеи. И как она реализовалась, действительно, это был такой стержневой в культуре подход, как было и в прошлые годы. Дума единогласно поддержала, и мы волновались, а как у нас получится или нет. Все получилось. Очень много общественных организаций, национальных организаций, общин принимали участие. Впервые, кстати говоря, вот в таком объеме, в таком масштабе. Это правильно. Это жители нашего города. Мы всегда взаимодействуем. У нас в этом плане, мы уже с вами говорили не один раз, самое главное, жить в мире, жить в согласии. Те задачи, которые ставит перед муниципалитетами президент Российской Федерации, недаром указ Майский о гармонизации межнациональных отношений, он явился таким одним из основных ключевых документов 2014 года. И, безусловно, мы, скажем так, ну, как, знаете, можно говорить, в тренде оказались, вообще объявляя год назад, год Содружества национальных культур. И, безусловно, в год культуры иметь вот такой компонент, это очень серьезно. И знаю, что в Москве высоко оценили проведение этого года, поскольку это также находится в русле фарватере межнациональной политики в России, поскольку наши все национальные организации, они общаются с федеральными уже структурами. И, конечно, в общем-то, очень все довольны. И могу сказать о том, что год культуры именно в этом аспекте, скажем, как проводилось в городе Рязани, он идет в единственном городе на всю нашу великую страну, потому что вот именно этот компонент мы заметили, Дума приняла решение, Оргкомитет отработал очень хорошо по этому вопросу. И я могу с уверенностью сказать, что год Содружества национальной культуры состоялся. Это год, который вместил в себя работу и областных, и городских учреждений, и бюджетные учреждения, и негосударственные учреждения, организации. Очень многие приняли в этом участие. Большинство горожан, которые принимают участие в праздниках, отмечают это. И мы видим на всех уличных больших мероприятиях этот компонент в течение всего года. Вы знаете, я вот так считаю, что когда мы объявляем и проводим тот или иной год, это не значит, что он на этом заканчивается, и что работу можно заканчивать. Ни в коем случае, потому что даже те годы, которые мы, начиная с года Павлова, те традиции, которые были, мы их продолжаем в последующие годы. Так что это старт хорошей работы, которая была заложена в этом году. И эта работа будет, на наш взгляд, продолжена и далее. Год сегодня был объявлен, 2015-й, в Рязани, годом исторического наследия. Тема непростая очень. Очень непростая тема, потому что наша история настолько многогранна и великая, что, безусловно, какое из событий взять за основу в рязанской истории, в истории нашей страны, очень тяжело. Но 2015-й год – это год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, это год 520-летия нашего родного города Рязани. Это важнейшие события, это год юбилейный и для Сергея Александровича Есенина, нашего великого земляка. Конечно, эти события, они подвигают нас к более глубокому изучению. На мой взгляд, важно не ошибиться и важно сосредоточить свое внимание именно на рязанском компоненте, потому что эти годы, они ценны прежде всего вот этим местным, местными вот этими золотыми крупицами. Их, если качественно изучаешь, то, безусловно, это способствует такой благоприятной какой-то обстановке в городе, потому что люди начинают любить больше свой город, а ты его не можешь полюбить, если ты не знаешь его совершенно. А действительно, каждый из этих наших годов дает такую возможность. Поэтому очень надеемся, что оргкомитет удастся составить план. Сегодня Дума поручила администрации города разработать проект мероприятия. Мы, наш депутатский корпус, от этого никак не устраняемся. Мы, приняв сегодня этот важнейший в культурном аспекте документ, говорим о том, что мы с администрацией будем в этом вопросе работать совместно. Это жизни каждого из округов, это не только центральные площадки. Поэтому, что происходит, о чем говорят, какие мероприятия проводят, как центральные, так и районные мероприятия в русле этого года, это важно и для каждого депутата. Поэтому посмотрим нам представить соответствующий проект. Мы его обсудим и будем так же успешно проводить год исторического наследия, как и год Содружества национальной культуры. Ну что ж, благодарю вас, Андрей Анатольевич. Спасибо, что пришли к нам в студию. Андрей Кашаев, глава муниципального образования города Рязань, председатель Рязанской городской думы о главных решениях, принятых на сегодняшнем заседании депутатами. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова